Гамбит. Один из самых интересных и многообещающих режимов в Destiny 2. Он динамичный, он дает большой простор для разных стилей игры, для командной работы и его все ненавидят. Да, как-то так вышло, что столь крутой режим очень быстро превратился из продающего режима в активность, которая так многих отталкивает. В этом видео я немного порассуждаю на эту тему. Как всегда говорить я буду основываясь на своих впечатлениях и мыслях, так что вы можете не соглашаться или соглашаться, это нормально. Я вообще думаю, что в скором времени таких разговорных видосов буду стараться делать больше, ведь с середины сезона гайдить особо не о чем. Ну да ладно. Гамбит представили вместе с анонсом крупнейшего дополнения к Destiny 2 Отвергнутая, которая до сих пор остается просто эталонным DLC для сиквела. На этапе разработки режим был под строгим эмбарго и те, кто получил возможность опробовать его раньше общего доступа, лишь эмоционально делились с игроками, что новый режим станет просто разрывным. После выхода Гамбит сравнивали с испытаниями Осириса, их тогда не было во второй части, но режим под кураторством скитальца был отличной альтернативой пвп арене. Победить в Гамбит могла лишь сплоченная команда, где каждый знает свою задачу и грамотно распоряжается силами. И я, пожалуй, соглашусь, если максимально абстракироваться, то Гамбит как командный режим лучше, чем испытания Осириса. У него было все, эксклюзивная броня, специальное оружие, система прокачки рангов, задания, медали и, конечно же, супер харизматичный и яркий комментатор и наставник, скиталец. Но если все так прекрасно, то в какой момент сообщество Destiny наотрез отказалось от того, чтобы проводить свободное время на арене у скитальца. Во-первых, нужно понимать, что Гамбит никогда не был идеальным режимом. В нем всегда легко прослеживалась сильная мета. Тут часто находили наполовину поломанные тактики уничтожения первобытника, одна эра усыпляющего симулянта, чего стоило, или увеличенный урон от лука губитель желаний. Однако, несмотря на это, он был веселым и реиграбельным, что самое главное. Режим часто дарил игрокам ощущение победы в последний момент, и, что невероятно, это чувство не приедалось и продолжало подстегивать интерес. Впервые же я лично почувствовал усталость от режима, когда делал квест на автомат с шиелом. 40 матчей Гамбита, для меня тогда это оказалось просто непосильной задачей. Конечно, меня никто, кроме моего желания скорее рассказать вам об автомате на канале не заставлял выполнять квест залпом, однако дело, наверное, не только во мне. В принципе, аудитория Destiny любит выполнять квест от начала и до конца в сжатые сроки, а когда их искусственно тормозят, все очень сильно возмущаются. После этого квеста Гамбит стал регулярным плейлистом со своим ритуальным оружием в каждом сезоне. И в каждом сезоне я выполнял этот квест раньше, чем на оружие Авангарда или Гарнила, чтобы потом не мучиться. Примерно с такой формулировкой. Притом, надо заметить, оружие там получалось очень крутое, так что чаще всего страдания окупались, хоть и вспоминались с горечью. А экзотический квест на злоумышленник, каков он был. А получение титула Дреджин, он хоть и один из самых простых в игре, но все же он требовал от игрока тонну времени на выполнение триумфов. И это я молчу про ужаснейшую печать Вершитель, которая, согласно статистике, есть лишь у 3% игроков. Это против 63% у Дреджина. Эта печатка высосала немало крови у коллекционеров. А теперь все спрятано в ящике Легаси печатей. Надеюсь, оно того стоило, пацаны. Так что тенденция была уже намечена. В режим мы стали ходить только для выполнения квестов и контрактов. То, что в какой-то момент Destiny 2 стало симулятором контрактов, не секрет. Погоня за опытом и прокачкой достигла своего апогея еще в прошлом году. И лишь недавно это стало меняться в нормальную сторону. Но за тот период времени игроки уже тратили десятки часов на фарм контрактов для опыта в разных активностях. И Гамбит оказался, конечно же, в их числе. Это быстро стало проблемой. Когда Гамбит появился в игре, его презентовали с шиком, после чего на него делали большой упор. Игроков буквально насильно возвращали сюда вновь и вновь, завязывая на режиме все больше квестов и крутого лута. Посмотри, какой крутой режим мы сделали, как будто бы говорили тебе разработчики. Как бы смешно это не звучало, но в какой-то момент контента в этот режим вкладывали больше, чем игрокам было от него нужно. И этот пузырь лопнул. Игроки присытились режимом и не хотели больше играть в охоту на первобытника. Второй большой проблемой на этом фоне стал матчмейкинг. Несмотря на то, что режим, как я сказал, очень плотно завязан на командной работе, игра позволяла вам играть в него соло и находила вам таких же одиночек в команду. Только вот проблема была в том, что без нормального инструмента коммуникации победить становилось тяжелее. Во-первых, ты никогда не знал, зачем зашел в гамбит твой случайный напарник. Он мог простоять в АФК весь матч, потому что ему просто нужно набить количество сыгранных матчей в режиме, и его не волновал исход битвы, у него квест. А у тебя, наоборот, мог быть на руках другой квест, который продвигался только при взятии победы или серии из нескольких побед. Также зачастую в команду попадались новые игроки, которые, во-первых, не знают о правилах режима. Во-вторых, их также не волновал исход боя. И в итоге могло получиться так, что ты, вроде опытный страж, увлеченный режимом, заходишь в гамбит, а в команде с тобой словно нарочно попадались ребята, которые просто не хотели играть, вернее, не хотели разбираться, как играть. Они зашли сделать контракты. А в режиме слишком много независимых от одного игрока факторов. Один игрок может вытащить матч в гарниле, но не может вытащить гамбит. Сбор частиц, чистка блокировщиков, прыжки в портал, сопротивление вражескому захватчику, дамаг по первобытнику. Многовато дел, не так ли? Тут я передаю привет всем тем, кто жалуется, что в игре сейчас все еще есть режимы без матчмейкинга. Собрать себе команду для игры в гамбит тоже становилось тяжело, ведь все уже настрадались поодиночке и дальше никакого желания возвращаться в режим ни у кого не возникало. Буквально недавно мы с соклановцами пока делали золотого дрэджина, цепанули рандома с англоязычного ЛФГ и выиграя всего лишь 6 или 7 матчей подряд, он благодарил нас и говорил, что такой команды ему давно не попадалось. Не потому что мы какие-то сверхсильные, а потому что подавляющее большинство игроков просто не понимают, как устроен режим от слова совсем. Короче, вернемся в первые месяцы отвергнутых, когда эти проблемы начали накапливаться. Банджи тогда выпустили сезон скитальца. Сезон, который обещал развивать режим гамбит и подарить нам новый опыт командных сражений. Теперь на экране гамбита появился иной плейлист. Гамбит прайм. Режим с продолжительными матчами, с сильнейшими противниками. И что самое интересное, с попыткой наделить игроков более выразительными ролями. Часовой, захватчик, потрошитель и собиратель. Каждой роли были присвоены особые бонусы, которыми наделялся игрок при использовании специального сета. Так что, как бы было круто. Но, еще раз, вернемся к первой теме. Игроков стали слишком часто отправлять в гамбит по сразу нескольким квестам. И именно поэтому, когда в релиз вышел целый сезон, завязанный на гамбите, мягко говоря, никто не обрадовался. И конечно, это было великолепной идеей сделать классовые сеты с бонусами, еще больше уйти в околосостязательную сторону. Но и эти сеты нужно было добывать по несколько недель фармом гамбита и суда. Другой активности, которая с самого начала была воспринята очень прохладно. По сути, та активность создавала впечатление сделанной на скорую руку арены, которая понадобилась, чтобы растянуть время на получение набора брони для гамбит прайма. О том, что режим был провальным, потом писали и сами банджи. В итоге, судьба гамбит прайма была не самой радужной. Режим показался слишком хардкорным для большинства игроков. Получаемая от сетов брони преимуществ оказалось новичкам слишком дисбалансным, а опытные игроки не все решались на то, чтобы сформить эти сеты. Лично я фармил тогда один или два и больше не смог заставить себя просто нажать на кнопку запустить суд и гамбит прайм. Этим режимом присытились опытные игроки, а новички заходили туда просто за опытом к еженедельному рубежу. Мы все хорошо знаем лучших ПВЕ игроков сообщества, которые ставят соло рекорды. Знаем популярных стримеров ПВП шаров просто по никнеймам. Но мы не знаем ни одного топового клана или команду, которая бы специализировалась на гамбите. На режиме, который несет в себе больше состязательного настроения, чем любой плейлист горнила. Это ведь не очень нормально, так? В этом году гамбит вновь поменялся. Гамбит прайм исчез, а часть его механик, один раунд на всю игру, перенеслась в обычный режим. В текущем сезоне беды гамбита продолжили развиваться по старому сценарию. Тут вновь появилась желанная награда, ради которой игроки часами сидят на аренах скитальца. Револьвер последний доллар. Один из лучших револьверов. Только вот падает он настолько редко, что сообщество взвыло. Я лично ничего против редкого дропа вообще не имею. Вон те же рейдовые экзоты я до сих пор не получил глаза будущего. Но при этом все же считаю, что рандомный дроп рейдовых экзотов лучше, чем квест вроде божественности. Но только вот мы сейчас не про рейд говорим и не про экзот. Это легендарный револьвер. Добавляем сюда не исчезнувшую проблему с дисбалансными тяжелыми захватчиками верхом на ксенофаге и остаемся ровно там же, где и год или полтора назад. Вообще складывается такое впечатление, что когда при запуске режима на него делали столь мощный упор в промо и в последующих сезонах, тогда же команда студии, которая отвечала за гамбит, оказалась заложником этой ответственности. И в итоге сейчас с них спрос за революционный режим. Мол, почему статистика-то не очень? И они, чтобы как-то ее поднимать, вынуждены завязывать на гамбите долгие квесты на десять побед, чтобы эту самую стату поднять. Немного наивно может звучит, но как объяснить задание на обнуление рангов бесчестия и квесты на десятки матчей другим способом? Я не знаю. Несмотря на это, еще раз. Я все же надеюсь, что режим не останется без внимания студии, его развитие могло бы подарить игре вторую жизнь, вот ни больше, ни меньше. При грамотном позиционировании и изменениях. Режим нуждается в исправлении экономики тяжелых патронов, исправлении матчмейкинга, ранговой системы, контрактов и точек спауна вторженца. Но пока что едва ли на это будет тратиться слишком много сил студии. А жаль. Режим мне искренне нравится. Как и всегда, мне будет интересно почитать ваше мнение на этот счет. Что вы думаете о гамбите, какие бы изменения хотели бы видеть? Пишите, ну и не забудьте до этого поставить лайк, если такое разговорное видео вам нравится, потом порассуждаем о чем-нибудь еще. До связи!